Друзья, привет! Мы с Андреем уже пожили в четырех городах Болгарии, Софии, Пловдиве, Варне и Бургасе, и я подумала, почему бы их не сравнить. В этом видео я сделаю обзор на Софию и Пловдив, они подходят под одну категорию, но имеют очень много отличий. Досмотрите это видео до конца, и вы поймете, какой город подходит конкретно вам, но даже если вы не планируете никуда переезжать, вы узнаете и увидите, как живут болгары. Начинаем! Если вы впервые на моем канале, Добро пожаловать! Меня зовут Катя, и я очень рада знакомству с вами. Кратко о нас. Мы с Андреем родом с Украины, города Днепр. До войны мы переехали жить в Данию, а чуть позже в Болгарию. Сейчас мы ездим по разным городам Болгарии и транслируем нашу жизнь в них вам. А еще с вами переезды, рум-туры, прогулки по красивым и не очень местам, обзоры покупок еды, одежды и цен. Первые города, которые мы выбрали для жизни, это были как раз София и Пловдив. Приступим, пожалуй, к сравнению. Ах да, небольшой дисклеймер. Все, что я скажу в этом видео, будет основано на фактах, но в большей мере это мое субъективное мнение, основано на моем опыте и на том, что я видела своими глазами. Собирая такие мнения от разных людей, вы можете создать цельную картину о жизни в том или ином месте. Первое, это жилье. Мы бронировали жилье в обоих городах по одинаковой цене, и обе квартиры были двухкомнатные. Но в чем же разница? София, это была окраина города, район Витоша. Очень шумное место, без пешеходных дорог, без каких-то парков, где можно гулять. Очень грустный вид с окна. До центра ехать минут 45, и это был ЖК. Ну и еще такой нюанс, которым лично нам не повезло. В нашем доме, конкретно на этаже, люди курили, и весь этот запах шел в нашу квартиру под дверью, вот так вот проходил, и у нас постоянно воняло. Это было, конечно, неприятно, потому что мы люди не курящие. В Пловдиве это был прям самый центр города, но это как мне показалось. Мы жили прям у входа в старую часть, поэтому мест для прогулки было просто предостаточно. Был парк рядом пешеходной зоны, сам район довольно такой тихий, транспорт редко нужен. Мы жили в старом доме, уже сбилась со счета. Мы жили в старом доме, не в ЖК, но он был, как по мне, более уютный, чем в Софии, хотя ЖК там был, конечно, роскошный. В Пловдиве мне понравилось еще то, что там был очень милый такой лифт, старый-старый, я такого никогда не видела, но, короче, мне больше понравился старый дом. Также был красивейший вид с окна, ну и сама квартира мне как-то была ближе по душе, чем та, которая в Софии. Да и, в принципе, выбор жилья в Пловдиве намного шире, потому что ниже спрос, меньше туристов, и поэтому, собственно, ниже цены. Раз уж начала говорить про цены, продолжу. Логично, что в столице все дороже, жилье, транспорт, достопримечательности. Еда, я думаю, везде одинаковая по ценам, потому что одинаковые сети магазинов. Кстати, каждую квартиру мы бронируем на сайте Airbnb. Я уже как-то говорила об этом в другом видео, и вы мне часто пишите, что мы берем очень дорогие квартиры. И давайте я вам поясню. Жилье можно снимать на короткий срок и на долгий срок. Короткий срок это 1-2 месяца, а долгий срок это от 1 года. Конечно же, на долгий срок будет жилье намного дешевле, наверное, раза в 2 минимум, потому что это делается по договору, там есть залог и так далее. А квартиры на более короткий срок, они будут стоить дороже, а на несколько дней так тем более. Ну и как бы логично, что мы не можем жить на одном месте и не планируем, мы вообще не знаем, что будет в будущем и куда нас занесет, когда мы вернемся в Украину домой, когда мы, возможно, еще куда-то поедем. Ну, мы, кстати, об этом думаем, но не суть. И поэтому единственный вариант, который мы можем выбрать, это жилье на короткий срок. И поэтому мы понимаем и принимаем то, что цены будут дороже, и для нас это не сильно прям так проблемно, так что можете за нас не переживать. Насчет цен, если вам интересно подробнее вникнуть в эту тему и узнать, сколько стоит жизнь в Болгарии, то напишите в комментариях, дайте мне какой-то знак, и я могу снять отдельное видео по этой теме. Атмосфера города. В Софии все шумно, очень много людей, очень много машин, наверное, даже еще больше, чем людей. Нет пешеходных дорог, все так перенасыщено, очень много всего. А в Пловдиве более такая размеренная, спокойная, приятная жизнь, такая более уютная, я бы сказала. Меньше людей, машин. Кстати, если, например, идти по старому городу, а там очень много туристов, и просто свернуть в соседнюю улицу, идти не по главной, то люди вообще исчезают. У нас такой лайфхак появился, мы так гуляли, собственно, очень часто. Также в Пловдиве очень много мест, в которые можно пойти, чтобы что-то посмотреть, что-то поделать, и часто в эти места можно спокойно дойти пешком. На моем канале уже есть 25 видео с Болгарией, 25 что, я сама в шоке, где я показываю эту страну с разных ее сторон, с хороших и не очень. Просто заходите в интересующий вас плейлист и смотрите, что хочется, ну и подпишитесь на канал, чтобы мы с вами не потерялись. А то я знаю, что меня смотрит много зрителей, которые не первый раз заходят на мой канал, смотрят мои видео, но они почему-то не подписаны. Поэтому вот такая вот вам напоминалочка. Транспорт. В Софии без него никак, часто требуется даже несколько видов транспорта, чтобы доехать до центра. Мы ездили на двух автобусах, причем еще очень долго. Тут шумно опять же такие, очень-очень много пробок и цена билета выше 1,6 лево за билет. Но из плюсов здесь есть метро и кстати местами в нем даже есть руины, остатки руин возле комплекса Сердико, например, мы там рассматривали. Это интересно получается такое. Метро музей немножко и поэтому здесь квартиру лучше бронировать возле метро. Ну или там неважно, возле какой-то остановки или в центре города еще лучше, чтобы никуда не нужно было ездить. Ну это если вы турист. Если у вас есть машина или вам комфортно, вы можете жить в любом районе. Пловдив. Мы ездили здесь на транспорте всего пару раз и в принципе ехали довольно быстро, то есть путь не такой долгий, как в Софии. И цена билета здесь ниже 1 лев. Это наверное самая низкая цена во всех этих четырех городах Болгарии, в которых мы были. И это интересно. Такая цена уже долго держится, насколько я знаю. Интересные места. Здесь я прописала, так продумала места и вспомнила, в которых конкретно мы были и в которые можете пойти вы. Это именно те места, ну такие туристические, я бы сказала. Какие-то достопримечательности, что-то красивое, интересное, необычное в Софии. Первое это, конечно же, центр города и его улицы. А конкретно, какие места мне понравились. Это собор Александра Невского, естественно. Также львы, которые находятся возле него. Или один лев. В общем, такая вот статуя. Мне она очень понравилась почему-то. В принципе, там много разных храмов, церквей. Например, есть мечеть и также есть комплекс Сердика, о котором я уже упомянула ранее. Это такое место, где остались руины с очень давних времен. Они находятся возле одной из станций метро, как раз возле мечети. Также мы в Софии поднимались на лифте Симеонова, поднимались на гору. Кстати, там было снежно, мы этого не ожидали, были в кроссовках. Я про это снимала отдельное видео. Можно подняться на гору, как я уже сказала. В Пловдиве такой роскоши нет, там горы чуть дальше. И также мы поднимались на Баянский водопад. Вот это вообще было капец. Это был какой-то отпад башки, отвал башки. Потому что мы очень долго поднимались, много сил на это ушло. Это было сложно. Поднимались через парк, не помню, как он называется, парк Витоша, вроде бы природный парк Витоша. Но мы все-таки поднялись к этому водопаду, как бы это ни было сложно. Такими извилистыми тропами шли. И нам, в принципе, понравилось. Хотя после подъема мне было, если честно, плохо. Мне и тошнило, и голова болела. В общем, какая-то такая вот горная болезнь у меня появилась. Но это место мне все-таки очень понравилось. Про него тоже отдельное видео мы снимали. Снимает. Это такая проверочка у нас. Потому что здесь жарко, и оно выключалось, короче говоря. Итак, в Пловдиве, конечно же, главная ценность, это старый город. И там можно просто идти по любой улице, куда глаза глядят, и будет красиво, атмосферно и колоритно. И этим мне очень понравился Пловдив. Я была просто в восторге. Вот я иду, смотрю на эту улицу, думаю, блин, это Болгария. Вот такая вот Болгария мне очень нравится. И что мы там смотрели? Там есть много разных храмов. Есть храм с колокольней, еще там какой-то красивый маленький храм. Ну, вообще, там очень много таких духовных мест. А, кстати, мне очень понравился храм Святой Марины. Вообще, просто красивенное место внутри, снаружи. Особенно снаружи мне понравилось. Также, естественно, там просто необходимо посетить Римский стадион и Античный театр. Два таких места, исторических. В Античный театр можно зайти, купить билет, там, походить, пофоткаться. Но мы это не делали, мы просто со стороны посмотрели. Нам этого было достаточно. Там, кстати, очень часто происходят какие-то концерты, живая музыка. Очень это красиво, слышно. Там еще рядом кафешки. Ну, в общем, уютное место. Туда вообще прям must have пойти. Также в Пловдиве очень красивые холмы. И это намного проще, чем город, скажу вам так. Ну, мы еще дойдем до пункта про природу. Ну, я так скажу, что там есть несколько холмов. По-моему, четыре, если я не ошибаюсь. И на них довольно легко подняться. С них видно весь город, можно посмотреть. Очень классное место. Мы поднялись на все холмы, на которые можно было подняться. И были довольны. Также мы ездили в пригород Пловдива на машине наших друзей. Все вместе ездили в пещеру Снежанка. Такая маленькая пещера, но очень красивая, своеобразная. И для тех, кто никогда не был в пещерах, это просто советую от всей души посмотреть на мир под землей. Такой вот сказочный. Также мы поднимались на лифте Сопот, тоже на гору. Но этот лифт мне понравился даже больше. Лифт это как подъемник. Здесь он называется лифт в Болгарии. Так вот, мы поднимались на этом подъемнике. Очень долго. Это было красиво. Такая природа была просто. Наверное, это видео это одно из моих любимых. Хотя все видео про Болгарию мне нравятся. И также возле этого лифта Сопот, который находится в городе Сопот, если не ошибаюсь. Есть еще один маленький город. Это Хисаря. Хисаря, если я правильно произнесла. И он славится тем, что там есть большая-то крепость. Из тоже давних времен историческое такое место. И в принципе в городе много термальных источников. Он сам стоит на термальных источниках. Природа. Для любителей природы я выделила этот пункт, почему бы и нет, в Софии. Куда можно пойти на природу? Во-первых, горы. Горы там близко находятся. На них можно подняться. Но мы были в одном месте, не знаю, может быть где-то можно еще подняться. Предполагаю, что да. На саму гору пешком, либо на подъемнике. Также в центре есть красивые парки, такие очень зеленые, широкие. Там много красивых стабах, я заметила. Мне понравилось там гулять. Еще, кстати, горы видно. Спасибо за эти звуки. Конечно, снимать на балконе это та еще забава. Также в Софии есть природный парк Витыша, как я сказала, где можно подняться на Баянский водопад. Также там есть какое-то еще озеро. Но мы туда не ходили. Видели просто табличку, что есть где-то озеро. Но оно было в другой стороне, совершенно противоположное от водопада. Мы убрали водопад. В Пловдиве горы находятся дальше, но есть холмы, как я сказала, и на них проще подняться. С них видно весь город. Очень красивый вид. Прям такая панорама там раскрывается. С любого холма, в принципе. И также здесь есть парки. Особенно нам понравился парк возле... Ну, в старом городе, там, где еще находятся поющие фонтаны. Там очень было классно гулять, бегать. Тогда мы, кстати, начинали бегать. Андрей больше бегал, чем я. И для этого дела, конечно же, нужны парки. Поэтому мы всегда ищем парки поблизости и гуляем по ним. Климат. Кстати, его тоже очень важно учитывать, если вы собираетесь переезжать в какой-то город или страну. В чем разница климата в Софии и Пловдиве? В Софии горы находятся ближе, поэтому, насколько я поняла, там климат более прохладный и летом не так жарко. А в Пловдиве, наоборот, очень жарко, потому что ничто не закрывает эту территорию. Она такая открытая, и солнце прямо там шпалит. Ну, причем там нет моря, естественно. Поэтому освежать нечему. Ну, и в принципе, это не так важно. Климат не так важен. Жаркий, если вы, например, легко переносите жару. Или летом готовы куда-то поехать в другое место, более прохладная. Архитектура. Решила выделить такой пункт, потому что он тоже важен. И я его так отделила от атмосферы города, чтобы конкретнее в него углубиться. Итак, ну, во-первых, в обоих городах очень много таких серых коробок. Это в любом городе Болгарии. Таких старых домов из Советского Союза. Вот в этом вот стиле, который, как по мне, он такой бездушный какой-то. В Софии больше новостроек, но они все в таком разном стиле. Я бы не сказала, что здесь не прослеживается одна история, скажем так. Хотя в центре там довольно красиво. Все окраины я не облазила, так что могу сказать только за свой район, где была. Ну, а в Пловдиве выигрывает, естественно, старый город. И там архитектура просто моя любовь. Пловдив, старый город. Кстати, про это вышло просто бомбезное видео. Оно сейчас почти самое популярное на канале. И я его люблю всей душой. Оно такое атмосферное вышло. Короче, можете посмотреть, если любите атмосферные прогулки. Вам должно понравиться. Ну, и заодно прочувствуете сам Пловдив. Какой же город выбрать? Давайте подытожим. Вам больше подходит София, если вы любите столицы, шумные мегаполисы. Вы хотите запустить свой бизнес. Вы вообще бизнесмен. Вы или ваши дети хотите получить высшее образование. Здесь, конечно же, больше университетов. Ну, и, в принципе, да, в столице как-то более престижно учиться. Хотя я в эту тему вообще не вникала. Но, судя по отзывам других людей, София в этом плане выигрывает. Вы тяжело переносите жару летом. Любите горы. Любите подниматься в горы. У вас не стоит вопрос в деньгах. И у вас есть машина. Или вы готовы час добираться до работы. Вам все-таки ближе Пловдив, если вы любите более такую спокойную, размеренную атмосферу. Вы не любите шум. Вам нравится атмосфера старинного города. Вам проще подняться на холмы, нежели подниматься в горы. Вы не любите спешить. И не любите большие скопления людей. У вас нет машины. Вы больше за пешие прогулки. И у вас небольшой доход. Но вы любите красивые и уютные квартиры. Лично мне Пловдив нравится больше, потому что я за уют, спокойствие и старинную архитектуру. Вот именно старинную, не советскую. Поэтому Пловдив у меня останется в сердечке. Я его запомню на всю жизнь. И я очень рада, что мы пожили в этом месте. Оно было очень атмосферным. По традиции, если видео было для вас полезным и интересным, ставьте лайк. Пишите в комментариях, какой город вам ближе. София или Пловдив все-таки. Где чаша весов у вас перевешивает. И почему. А мы увидимся с вами совсем скоро. В следующем видео. Пока.